Дорогие товарищи, подходим, подходим и проходим. Многодетная семья, стараемся. Премьера начинается. Вот уже нажарила немножко. Тут тесто еще много жарю. Продолжаю. Блинчики. Была бы двухкомфортная. Две сковородки бы сразу поставили. Классно. Когда-нибудь куплю я себе двухкомфорочную. Это Ильюшеньке, а там в Соликамске. Или Егор может поедет, когда в Соликамске. А себе двухкомфорочную куплю. Теперь у меня вот такая вот мечта. Так, мои хорошие, пока мы блинчики жарим, я еще умудряюсь и картошки чуть-чуть сразу. Вот такая вот я. Я сразу все везде делаю. Сейчас будет и картошку чистить, и блинчики жарить. И там же сосиски жарю для второго. Короче, все вместе. Все вместе. Прям вообще. Я его нажарила много. Ну как много. Так. Чуть-чуть. Для кого-то может это много, а для нас это мало. Так. Я сейчас морковку достала из морозилки, перетерти. Буду кидать зажавку уже делать. Потому что сосиски у меня уже готовые. Я их уже пожарила. Сейчас я вам покажу. Так. Здесь у меня свинина варится и пена опять появилась, да? Сейчас мы с вами снимем пену опять. Так. Свинина варится у меня на супик. А, мясо попалось. Так. Ладно, сейчас пену уберу, а то я так с вами не могу убирать. Так. А здесь у меня пожарились эти сосиски для второго. Так, друзья. Я продолжаю жарить. У меня тесто там еще много. Пленчики жарю. Наложила уже Ване, Марине, Оксане и Маше. По три штучки. Пусть идут кушают. Всем-то кушать. Всем приятного аппетита. Так. Здесь варю рисовый супчик и воду поставила на макароны. И сейчас еще хочу поставить маленькую кастрюлю здесь сбоку свеклу варить. Очень хочу свеклу. Пожарила деткам сосисочки для второго. Ждут. Тут дальше дожариваю блинчики. Теста еще много. Еще потому, что не все ели. Это у меня тряпочка. Не обращайте внимание. Стол вытираем. Ладно, готовим кушать дальше. Дорогие друзья, сварила я макарошки с сосисками. Дети решили вместо супа пока макарошки поесть. Тебе ложить морковку кресло? Нет. Я пока маленьким накладываю, а старшие сами себе накладут. Или наложат. Кто как хотите. Ну вот всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Всем привет, дорогие друзья. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Короче говоря, я еще в город поехала. Блин, карточку забыла взять. Вот я ворона. Пошла обратно за картой. Короче говоря, поехала я в город. Готова моя справка. Я извиняюсь за свой голос. Просто я сегодня проснулась. У меня нету голоса. И очень воспалились эти шишки, которые в горле. Мне аж и глотает больно их, говорить больно. Вот в целом, короче, поехала. За справкой я унесу сразу ее в школу. Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Все, отнесла справку в школу и забрала девчонок Катю с Оксаной. И идем на автобус. А? Ну, автобус еще будем ждать. Оксана, повернись. Скажи всем привет. Привет. Катюха там идет. И идем на автобус. Горка. Я знаю, что тут горка есть. Тут площадка детская. Горку нынче поставили. Говорили, не будут ставить, но поставили. Тут каждый год ставят горки. Все, идем на автобус. У тебя нет ничего с собой, ни ледянки, ничего нет. Все, сегодня пятница. Впереди два выходных. Ура! Всем хорошего дня. Достой вместе, потом пойдем. Оксана решила прокатиться с горки. Пошла на горку. Главное, чтобы на автобус успеть. Сейчас прокатиться и домой поедем. Не пошла на горку. Боится высоты она у нас. Че не пошла? А, че на маленькую не пошла? Ну ладно, все, пошлите на автобус уже. Трусиха ты, да? Дома покатаешься на горке. Давай пакет сюда. Дорогие друзья, мы приехали с города. Все, наконец-то отдала я документу на питание, справочку на питание. Теперь дети будут все нормально питаться. В целом, зашла в магазин, взяла булочку черного, булочку белого. Финики. Кто купил финики? Финики они хотели, Егор особенно хотел. Купила яблоки, вот эти вот желтые по 55 рублей. Я знаю, что есть. И вот эти по 65 рублей. И сегодня муж тоже взял яблоки. Но я не знаю, почему он брал. Он брал, видимо, в магните. Пакет от магнита. И лук он сегодня купил. Хотела молоко купить. А у нас в магазине нигде молока нету. А в городе я не успевала просто зайти в магазин. Мы на автобус только. Поэтому сегодня без молока будут как-то дети. Так, все, вот такие вот покупки были. Вот такое настроение. Я сегодня лечусь, поэтому постараюсь. Ванечка, ты будешь финик? Не хочешь? Постараюсь поменьше разговаривать сегодня. Потому что проснулась большая боль в горле. Надеюсь, что все нормально будет и будет хорошо. Ладно, дорогие друзья. Всем хорошего дня. Всем добрый день, дорогие друзья. Решила записать это видео. Хоть мне и тяжело разговаривать. Хотела поделиться с вами радостью. Сегодня мне позвонил старший сын Ильюшенька. Ну, все прекрасно знают, что Ильюша у меня учится в Соликамске. Мы помимо того, что учимся на механикам, мы еще учимся на права платно. И сегодня он такой довольный. Звонит и говорит, мам, я сдала на права. У меня Ильюша получил права. Порадуйтесь вместе с нами. Я очень довольна. Сказал, в следующие выходные приедет, покажет мне. Вот такие вот дела. Как вы поняли, я снова болею. Как болею? У меня шишки опять сильно воспалились в горле. И поднялась температура. Они всегда, когда у меня воспаляются, у меня всегда подскакивает температура. Вот они увеличились. Я прям чувствую, как они увеличиваются. Потому что мне их глотать становится больно. И у меня сразу поднимается температура. Она, конечно, небольшая. 37,4. Но факт то, что я опять болею. Говорить, конечно, тяжело. Но вот решила записать, чтобы вы были в курсе, чего и как. Сейчас у меня Машенька побежала в магазин. Вчера мы не смогли купить молоко. Но не было у нас в магазине ни в одном, ни во втором магазине не было молока. Потому что они не заказали его. И вот сегодня ждем, надеемся, что привезут молоко. И я сейчас могу горячее молоко с маслом попить. Оно как-то мне помогало. Я уже пила горячее молоко и туда кусочек масла сливочного кидала. Очень даже полезно. Так что вот такие вот дела у нас, ребята. А так вроде все нормально. Больше никто у меня ничего не болеет. Вчера справочку отнесла в школу. Все уже. А так вроде все нормально. Мне приходится напрягать голос, чтобы говорить, ну как вы видите, что у меня... Сейчас уже все тише и тише становится говорить. У меня нет-нет, да голос пропадает. Ну вот в целом вот так вот. Муж там сегодня готовит кушать. Чуть попозже покажу, что он готовит. Так что вот такие вот дела. Сегодня с Оксаной надо еще поделать уроки. Хоть сегодня и суббота, но все равно что-то мы сегодня сделаем, что-то завтра. Девочкам сегодня будет наказ делать уборку. Хватит им лежать на койках. Ладно, дорогие друзья, берегите себя, берегите свое здоровье и все будет у вас замечательно. Всем желаю крепкого здоровья. Так, давайте посмотрим, что тут муж готовит. Суп капустный. А здесь перловку хорошо приготовит. Давно мы ее не готовили, кстати. И вот здесь суп капустный варят. Пришла на кухню. Сейчас буду горло полоскать вот этим вот радоганом. Я вчера на ночь полоскала, сегодня еще не полоскала. Все, распавила водичкой. Опять Светя на шабунь тут стоит. Сколько раз говорить, чтобы убирала. Так, все, распавила и буду сейчас горло полосать. Купила Машенька? Маша у меня сходила в магазин. Где моя улица? Сейчас будем дальше полоскать. А пока распаковка. Чек. Короче, полочек взяла. Две штуки. И молока три литра взяла. Машенька, ты карточку положи, если ты. Молодец. Чеки выкинуть? Чеки, да, нож порвать выкинуть. Не карточку, только чеки. А то сейчас карточку еще. Так, ладно, продолжаем полоскать голову. Не могу за раз, пора полоскать целой кружкой. Аж плевать, тянет. Так, ладно, сейчас чайник ставим, сделаем, все чай попьем. Ладно, ребят, всем хорошего дня. Что-то тут прилипло. Берегите себя. Это самое главное. Глава. Глава. Субтитры создавал DimaTorzok